Друзья, всем привет! Меня зовут Фёдор Спиридонов. Меня зовут Илья Терновой. Онлайн-образование — это восходящий тренд. И мы решили открыть свою онлайн-школу. Это вообще отдельная история. Мы будем общаться с экспертами. Что нам вот вообще делать? Будем строить свою модель онлайн-школы. Всё может мочаться с первого глотка. Мы будем совершать кучу ошибок. Дальше с места не тронулись, вот такие шлопаи. Мы завязываем. Ладно, погугли. Погнали. Друзья, всем привет! Меня зовут Фёдор Спиридонов. Меня зовут Илья Терновой. И мы — ведущие на YouTube-канале «Акселератор». Общаясь с экспертами и продюсерами онлайн-школы, мы поняли, что онлайн-образование — это восходящий тренд. И мы решили тоже попробовать себя в этом деле. Решили открыть свою онлайн-школу. И в рамках этого реалии, который вы сейчас смотрите, мы будем общаться с экспертами, брать у них инсайты, советы. Будем строить свою модель онлайн-школы под вашим пристальным надзором. Мы, конечно же, хотим, чтобы вы давали нам ценные советы, поскольку мы будем совершать кучу ошибок. Пишите в комментариях, друзья. Мы все будем читать. Для нас это невероятно важно. А, чуть не забыл. Если вы тоже хотите зарабатывать на онлайн-образовании, то регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке ниже. Итак, выбрать нишу нам не составило никакого труда, потому что у нас с Ильей уже есть направление в офлайн-бизнесе. Мы организовываем винные ужины и хотели бы масштабироваться и развивать именно это направление. Поскольку мы не понимаем, какие есть подводные камни, мы в акселераторе взяли телефон топ-менеджера, точнее, скайп его, и хотели бы сейчас именно с ним, с Алексеем Стрельцовым, поскольку знаем, что он делает это просто филигранно, разобрать все плюсы и минусы нашей бизнес-идеи, бизнес-модели. Вот, поэтому мы сейчас едем на скайп-кол, ребята, и делаем оттуда прямое включение. Смотрите, будет интересно. Алексей, привет. Да, привет, привет, ребят. Привет. Просто мы расскажем то, что у нас есть, поскольку тебе мы это еще не излагали. У нас проект, который связан с культурой потребления вина. Мы делаем офлайн-встречи, у нас есть уже некое такое сообщество, которое за нами следит. Мы делаем еще путешествия, пробуем это направление развивать. И хотелось бы третье основное направление, которое мы понимаем, то, что самое масштабируемое, это как раз вот онлайн-образование. Очень вдохновились и думаем то, что у нас все получится. Вот. Что скажешь на этот счет? Хороший выбор, онлайн-образование — это круто. Что нам вот вообще делать? Мы потому что... Отговорка старого алкоголика. Что нам делать, как нам с этого соскать? Ниша — это как одно из самых важных. Если вы делаете в первый раз, я там всем говорю и вам тоже порекомендую, присмотритесь к нише профессии, к нише заработок или повышения квалификации. Любую, практически любую нишу можно перевести в этот разряд. То есть для давать человеку какие-то знания, какой-то опыт, благодаря которому они начнут зарабатывать деньги. То есть ты фактически продаешь профессию. Вот эта важная приставка на этом зарабатывать, она позволяет легче продать, конверсия будет выше. Как может быть докрутить вашу нишу? Точнее, не ее докрутить, а для кого она может быть? Есть категория людей, как я себе их представляю. Это люди, которые либо в таком, знаете, в высоком обществе общаются, либо туда попали, либо попадают. И у них не хватает для поддержания статуса знаний о чем-то. Кто-то там про сигары, кто-то там про вино, кто-то в яхтах должен разбираться. И поддержать беседу в этом направлении было бы здорово. Просто тогда следующее. А если там, например, сделать, скажем так, заработок как следующий шаг? То есть, ну, как следующий шаг, например, там в обучении, да? Есть обратные примеры, когда пытались продавать нишу профессии, как я рекомендовал, да? Например, там школу по рельефу, насколько помню, ребята делали. У вас может быть то же самое, да? Вот не пойти профессия, а пойти вот для себя или наоборот? Скажи, пожалуйста, что нам, ну, для того, чтобы сейчас все завертелось, что нужно сделать? Потому что эксперты, конечно же, это одно. Нам важные цены сейчас общения именно с тобой, как с представителем акселератора. Вот. Смотрите, она решает, что в нее входит. Соответственно, определить, как я уже сказал, кто ваша целевая аудитория. Это очень важно. Вот после того, как вы определите, кто эти люди могут быть. Дальше нарисовать портреты целевых аудиторий. Это разные вещи, целевая аудитория, их портрет. То есть, конкретный человек, вот как его зовут, как его проходит день, где вы. В этом его дне есть место для вашего обучения. Значит, второе важное. Это математика. Зачастую люди бросаются в бизнес и в онлайн-школы, в том числе, без каких-то просчетов. Значит, очень важно сделать хотя бы примерно, можно так сказать, бизнес-план. Сколько будет стоить, ну, какие цифры там должны быть, сколько будет стоить ваш продукт, сколько может быть потрачено на привлечение одного человека, ну, там, на вебинар, точнее, так же так, с рекламы на вашу подписную страницу, с подписной страницы на регистрацию в вебинар, например, ну, или там в какой-то марафон или в бесплатные уроки. Смотрите, подход сверху еще рекомендую использовать. Сколько денег вам надо? Потому что зачастую считают снизу. Вы говорите, мне нужно с этой школы там выйти на 500 тысяч, например. И начинаете считать, чтобы получилось 500, мы должны отдать эксперту столько-то. Чтобы получилось столько-то, да, там, прибавлять, там, не знаю, на два, например, умножать налогов, мы должны столько заплатить. Сервисы такие-то, люди такие-то. И вот говорите, что чтобы заработать вам чистыми 500, нам надо выручать, не знаю, миллион, полтора. Ну, вот как-то так. Ну, про себя могу сказать. Медленно запрягаю, быстро еду, вот. Так что... Тоже вариант, хорошая стратегия. Ну, вот. А я быстро запрягаю, но еду с ним в тележке. В рамках нашего реалити, давай какой-нибудь, может быть, заключим пари, чтобы все-таки я не настолько медленно запрягал, вот, а этот парень не в телеге ехал, а рядом тоже бежал и тянул эту телегу. Я сейчас, честно, вот с таких вот амбиций, вот так вот я приземлился, вот, думаю, ну и 300 тысяч неплохо, как бы. Главное, чтобы это дело, да, там, у тебя завертелось, закрутилось, да, а дальше уже можно там и масштабироваться, разгонять все это. Какой временной промежуток нам втиснуться? Месяц, полтора? Я думаю, что месяц-полтора на тестирование ниши вам должно хватить, чтобы понять, есть там потенциал или нет. Отлично, спасибо тебе большое, исчерпывающе. Полтора месяца, начиная с этого дня, тогда берем такой. Полтора месяца с этого дня и делаем цель на 2 миллиона рублей. А можно мне другого бизнес-партнера? Работать придется очень-очень много, еще больше, чем при обычном темпе, но это даст свои плоды, я вас уверяю. И если мы узнаем, что ниша ваша не пошла, соответственно, будем ее менять, будем продолжать, будем делать вашу онлайн-школу уже в другом направлении. Итак, пообщавшись с Алексеем, сделали главный вывод, в принципе, что и закономерно. Нужно проанализировать конкурентов по следующим пунктам. Это ценовая политика, это УТП, это дизайн их сайта, это... Отзывы есть ли какие-то там в наличии, да? Вот, что за эксперты? Их уровень, насколько они, не знаю, в рейтинге находятся, какая у них там классификация мировая, либо они там серьезные заметные игроки только на российском рынке. Насколько они погружены в вопрос? Давай присядем, кстати. Нужно сейчас большое внимание обратить на конкурентов. И исходя из их опыта и из того, что у них есть... Да, я вот смотрю там, да, мы вот выписали... Сделать наше уникальное торговое предложение, которое на рынке будет действительно пользоваться спросом. И вот на основе того, что мы сейчас вот выявим, мы там свое УТП сформируем на основе анализа конкурентов, поймем ценовую политику, с математикой мы еще разберемся, просчитаем, вот, и поймем, какие пакеты нам нужно делать. Ну, там по традиции, сколько уже мы общались с резидентами, три пакета должно быть, да? Вот, и самое основное, это от какого стартовать, да? То есть, ну, сколько он должен будет стоить вообще, понять. Вот, как-то так. Ребят. В общем, ребят, как и обещали, сейчас сделаем анализ конкурентов, посмотрим, кто есть на рынке в сфере онлайн. Из наших конкурентов тоже делает онлайн-школы. И я думаю, сделаем таблицу, и после вам покажем, расскажем, проанализируем ее, чтобы вам тоже было понятно, и чтобы вы вместе с нами там пошагово могли... Ладно, погуглили, погнали! Мы нашли конкурента, ну, даже не конкурент, это просто эксперт, который будет вести прямой эфир, вебинар, вот, посвященный... Ароматам вина. Ароматам вина, да. Вот, небольшой обзорчик, посмотрим, как этот мужчина ведет вебинар. По всей видимости, он делал это на коленке, вот, потому что никаких конкретных платформ нет. Прошло уже 17 минут, покажи время. 19-17. Да, нам только ответил все-таки Михаил, потому что мы его терроризировали, писали ему. В общем, у него какие-то проблемы с подключением. В общем, история закончилась следующим образом. Позвонил мне сейчас Михаил, сказал, что по тюническим причинам вебинар не состоится, и вебинар решил перенести. Илья уехал, не дождался эфира, вебинара. Эфир на полтора часа позже запустился. Вот. И сейчас я его буду смотреть, соответственно. Ну что, короче, нам нужно написать дорожную карту. Друзья, почему мы пишем дорожную карту? Потому что в современном обществе очень много таких, как мы, ленивых людей, которые не умеют даже, причем без грамотных, некомпетентных, которые не всегда умеют писать бизнес-план. Мы, конечно же, пытались взяться за это дело, прибегали к услугам, к помощи нашего товарища, у которого свой бизнес офлайн. Мы таблицу составили, а дальше что с ней делать, не знаем. Все эти формулы есть, и она все равно не работает, не помогает, не функционирует. И поэтому мы переходим к дорожной карте. Потому что нам нужно проверять все гипотезы, которые мы будем строить в режиме онлайн. То есть есть какая-то версия, мы не знаем, сработает она или нет. Мы вкладываем туда деньги. Работает хорошо, не работает, но мы движемся дальше. Мы пропишем все возможные варианты развития и будем каждый тестировать. Мы поделимся этой дорожной картой, той, которую мы написали. Поэтому по этому шаблону вы сможете сделать свой путь, свой маршрут запуска онлайн-школы. Пишите комментарии под этим выпуском. Нам важно знать мнение каждого из вас, если мы что-то вдруг делаем не так, по вашему мнению, или у вас есть предложение, как нам лучше ускорить этот процесс создания нашей онлайн-школы. Мы все будем читать, постараемся каждому из вас ответить. В общем, спасибо вам за то, что смотрит. Мы проделали, мы проанализировали конкурентов, поняли, что рынок, в принципе, ниша не очень развита в направлении онлайн-образования. Есть одни курсы, они, скажем так, не отвечают высоким стандартам. Есть отдельные эксперты, которые это делают. Курсы мы на них покупали. Это достаточно кустарным, непрофессиональным опытом делается. Есть серьезные оффлайн-курсы, по всей России есть школы. Ниша, она недостаточно обработана. И мы движемся верным курсам. Тематика и налоги в тренде. Кушать всегда людям хочется, и хочется это делать вкусно. Поэтому я считаю, что перспективы есть. Нам надо расширять базу экспертов наших, к каждому присмотреться. У нас есть очень хороший эксперт Даша. Да. Дарья Хриплутин. В нашей дорожной карте я просто сейчас немножечко перебью. Третий пункт – это эксперт. Эксперт – это лицо онлайн-школы. Нам нужно обосновать ценность курса. И договориться сейчас нужно у наших гостей, у людей, которые к нам приходят, у резидентов Акселя, выпытать, каким образом наладить договоренность. Мы уже брали интервью у одних резидентов Акселятора, когда двое продюсеров и эксперт делили 50 на 50. Да. То есть двое продюсеров 25 на 25 с собой, и 50% отдавали эксперту. Мы подумаем, как сделать нам лучше. Пообщаемся в очередной раз с резидентами и, в общем, примем решение. Наметили себе курс, погнали, будем делать. Возьми. Спасибо. Василий, привет. Привет. Привет, привет. Рад тебя видеть. Получается, ты сам и эксперт, и продюсер в одном лице? Ну да, получается так. У тебя еще кто-то из экспертов преподает? Сколько человек? Моя идея была создать такую систему, в которой я был родоначальником, но мои эксперты, которые работают у меня в компании, могли реализовываться. Какие качества, ну не знаю, там от 3 до 5 главные для экспертов? Между вами должна энергетика возникнуть, того, что человек тебя поддерживает. Ну то есть ему должно это понравиться просто. Если ты обязываешь его делать за зарплату, то это все фигня, то есть ничего не получится. Должен уметь разговаривать, должен хорошо понимать свою тему, то есть он должен быть действительно экспертом. Ну и, соответственно, выглядеть он должен достойно, потому что люди считывают внешнюю. Олицетворят продукт с собой. Ну естественно, да. Отличное интервью у нас вышло. Мы желаем тебе мега роста, чтобы ты уже наконец-то в каждом мегаполисе нашей большой планеты... Он попал в Форбс, не только в статьи, а в список. Плюс-минус все резиденты-акселераторы в интервью говорят одно и то же. В первую очередь нужно обратить внимание на то, чтобы эксперт был харизматичным и увлечен на все тысячу процентов тем делом, которым он занимается. Конечно же, очень важно, чтобы была у него своя аудитория либо в Инстаграме, либо в Телеграме, либо где-то на другом ресурсе, для того, чтобы вам было проще собрать аудиторию на первый продающий вебинар. Ну и следующий пункт вы также можете посмотреть в наших интервью. А вот как узаконить, как закрепить взаимоотношения с экспертом в правовом поле, сейчас мы и узнаем у эксперта, у юриста. Сегодня в нашем выпуске Вадим Баранча. Эксперт-практик в области юридической упаковки онлайн-школ. Не переключайтесь, будьте с нами, смотрите внимательно в оба глаза. Здравствуйте, Вадим. Меня зовут Федор. Меня зовут Федор, это Илья. Мы узнали о вас от Акселератора, от Алексея Стрельцова в частности. Смотрите, я вам сначала расскажу, как в принципе выстроить отношения между продюсером и экспертом, а потом уже решим, как вам между собой договориться, хотя это тоже очень важно. Значит, смотрите, основные варианты сотрудничества. Первый – партнерство. Когда эксперт и продюсер объединяются именно как полноценные партнеры, то существует два способа в этом варианте. Либо создать фирму, выступить учредителями в том соотношении, в котором вы договорились, и один из вас будет, имеется в виду, либо продюсер, либо эксперт будет руководителем. Это первый вариант – фирму. Второй вариант – вы можете сделать договор о совместной деятельности, то есть вы четко договариваетесь, кто что делает, кто вкладывает деньги или ресурсы, связи и так далее. Если ваш продюсер выступает в качестве покупателя продукта, то есть эксперт готов продукт вам отдать и получать за это деньги, тогда вы можете его просто купить. Если есть эксперт, у которого еще продукт пока еще не создан, то вы заключаете с ним договор авторского заказа, то есть вы, как заказчик, говорите, товарищ, создание серии видеороликов, презентации, чек-листов, то есть курс упакуй, пожалуйста, я у тебя его покупаю, ты мне делаешь его под заказ, ну и, соответственно, он получает какую-то сумму сразу, а потом некие платежи в зависимости от того, как вы договоритесь. То, что индивидуальный предприниматель, вот у меня есть, открытый вид деятельности такой, мне с ним можно дальше, например, работать и закреплять отношения с экспертом, или нужно какой-то другой, там, ООО, там, или еще что-то. Нет, смотрите, если у вас есть ИП, оно у вас с упрощенкой, я так понимаю. Да, да. Замечательно, вы можете просто внести коды деятельности дополнительные. А как тогда гранатно заключить взаимоотношения, например, между нами, двумя, но при том, что я, как бы, ну, ВП, он не будет меня вписывать как сотрудника. Так же можно? Вы каждый предприниматель, да? Он не предприниматель. Нет, я не зарегистрированный. Он не предприниматель, да? Но тут надо понимать, какие ваши договоренности между собой. То есть, если у вас договоренности, что Федор всем рулит, а вы помогаете, Илья, это одна история. Если вы полноценные партнеры, Ну, второе. То тут, конечно, ну, да, второе. Тут, конечно, нужно думать. В идеале, когда один продюсер проще, когда двое-трое продюсеров, у меня были такие ситуации, здесь, как правило, либо, к сожалению, совместная деятельность, либо создавать юридическое лицо. Вадим, спасибо большое. Был невероятно полезный для нас разговор. Мы сделали очень много записей для себя сейчас. Наверное, очень много для первого раза. Будем сидеть и думать, размышлять, как поступать. И я думаю, что в любом случае с вами остаемся на связи. Вот, обратимся к вам еще не раз. Обращайтесь, обращайтесь. Спасибо вам за вашу экспертность. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, друзья, поговорили с экспертом. Это юрист. У него взяли очень много полезных инсайтов. Очень много встал на свои места. Как нам закреплять отношения с экспертом? Какую модель выбирать и придерживаться? И на основе этих знаний теперь мы будем выстраивать свои общения с теми людьми, с которыми мы хотим строить онлайн-школу. С авторами курсов. И, кстати, сейчас мы едем в рыбный ресторан «Виной гады», где встретимся с нашим потенциальным экспертом Дарьей Хрипушиной. Пошли. Молодец, парень. Молодец. Скажем так, в рамках ознакомительного курса для широкой аудитории с учетом эффекта, с учетом опыта того, который у нас был. И даже с учетом опыта тех курсов, которые ты ведешь в винотеке. Что интересно людям. Да, что людям интересно, что неинтересно. И, может быть, вообще что-то убрать и чего-то нового добавить. Да, я вас поняла. Смотрите, сейчас такая тенденция. Вообще есть вот такой курс основной вины культуры, который я веду. И там четыре занятия. То есть мы с вами уложились в три занятия. Первое занятие – это всегда знакомительное. Это там, что такое вино, как, что, где оно появилось, как дегустировать правильно, какие ароматы чувствовать, какие есть сорта. То есть это всегда знакомство. Второе занятие чаще всего – это технология производства. И все-таки я бы хотела на технологии производства зависнуть побольше, потому что все-таки это очень важная тема. Последний вопрос. Вкратце. То есть это как типа Блиц. Есть смысл открывать онлайн-школу? Да. На этом мы завершаем интервью, нашу беседу с Дашей Хрепушиной, блогера телеграм-канала «Доктор Уайн». Читайте, пожалуйста, в Инстаграме тоже можете следить за ее провокационным контентом. Ханни Манишко. Вот. Собственно, то, что мы хотели узнать, мы узнали. По сотрудничеству мы готовы. Есть запал и задор делать и внедриться в этот проект. Вот. Куча идей для курсов, не для одного, а для целого направления разностороннего, да, друзья? И мы готовы дать вам максимум полезного и интересного и сделать вас счастливее благодаря нашей философии и нашим знаниям. Все. Давайте пожнем друг другу руки. Тройничок. Сегодня у нас в планах встреча с нашим экспертом Антоном Григорьевым, который также является постоянным сомелье на наших винных ужинах. Погнали. Мы находимся сейчас в ресторане Sinners Beginners. Расскажи, пожалуйста, немножечко про себя, чтобы люди понимали вообще, кто ты, как пришел в эту индустрию. В общем, про себя, как про сомелье, как про специалиста. Меня зовут Антон, мне 28 лет, и я алкоголик. До этого я занимался, работал в ресторанной сфере, работал как официантом, барменом, барменеджером. То есть много всего, как бы, и в один прекрасный момент мне просто все это надоело. И я решил попробовать себя в формате немножко другого, то, что мне будет интересно. Закончил профессиональный курс в школе вина и гастрономии и нотрия. Чтобы там это не противоречило твоей занятости, сопутствовало твоим интересам, чтобы ты был вовлечен. Как бы ты себя мог органично преподнести? Я отвечу так, что всегда людям интересно, если есть как минимум 2-3 человека, которые будут базироваться на каких-то именно определенных вещах. Это для того, чтобы, знаешь, как в школе у тебя был любимый преподаватель и нелюбимый. Смотри, сделать простой курс, какие-то сложные, углубленные знания давать уже позже. То есть мы хотим какие-то основы давать, основы потребления или основу, он назывался там Simple Wine, основа вины культуры, да, то есть мы хотим, конечно же, там нейминг придумать другой, но тем не менее тоже с базисом познакомить людей. Лучше собирать определенными интересными блоками, которые в принципе, об этом люди не узнают, люди это, грубо говоря, они боятся пробовать или что-то еще, то есть какие-нибудь блоки трендов, это оранжи, биодинамика, органика, спокойно можно про это порассказывать, чтобы люди не боялись этого. Мы как бы на руках договариваемся о том, что ты у нас берешь направление тренды, новинки, возможно, ты будешь советовать места, куда сходить, ну то есть какие-то вот такие вот вещи. Да, конечно, не в рекламу, синерс, бигинерс, приходите. Записывайтесь к нам на курс нашей онлайн-школы, мы будем вам очень признательны, если у вас есть какие-то вопросы, они остались, задавайте их в комментариях под этим видео. Так, друзья, мы сегодня научились выбирать экспертов, мы научились их собеседовать, общаться с ними так, чтобы это было комфортно. Представили себе некие перспективы, к которым, конечно же, нужно стремиться, делая шаг за шагом свою работу. Ну а в следующем выпуске, друзья, мы разберем математику, тему, которая нас пугает просто до ужаса. Наступает на пятки нам вот этот арифметический вопрос, и, конечно же, мы уже себе представили сумму, которую мы хотим зарабатывать чистыми, это 300 тысяч рублей русских, как-то безпочвенно, да, то есть, ну, я про себя касаемо, что все-таки приходится брать уже окончательного слова у топ-менеджера акселератора, у Алексея. Друзья, поэтому не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, пишите в комментариях свои впечатления от этого выпуска, давайте нам советы, нам это очень важно. Ну и, конечно же, там лайки, типа, класс, дизлайки не ставьте. Все, мы пошли.